Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 марта 2018 года, четверг. По одному из старинных, 21 день месяца пробуждения природы, 7526 лета, понедельник. Сегодня в студии нашей виртуальной Алексей Орлов и Дмитрий Мыльников. Здравия тебе, Дмитрий! Здравствуйте! Сегодня речь пойдет у нас в нашем живом эфире про очень интересное направление нашей жизни. Название эфира звучит так. «Прекрасный мир, который мы потеряли». Вот так вот печальненько, но надеюсь, что любое какое-то такое не очень радостное событие может являться причиной для чего-то нового и светлого. Вот надеюсь, что сегодня в нашем эфире прозвучит не только о том, как было раньше все хорошо, но также мы подумаем о том, а как же теперь нам достигать того светлого мира, который нам надо обрести. Итак, Дмитрий, предоставляй тебе микрофон. Можешь немножко рассказать о себе, чем занимаешься, как докатился до жизни такой. Ну, а дальше уже и начнем по теме эфира. Пожалуйста. Ну, я не знаю, как себя представить. Дмитрий Мыльников, в принципе, у меня есть блог в ЖЖМ. Кто-то, может быть, даже его читает. Я живу в Челябинске, работаю в институте Челябинск-граждан-проект, начальником отдела компьютерного. И, в принципе, занимаюсь уже достаточно давно, интересуюсь альтернативной историей, ну, как альтернативной, реальной историей Земли, а не то, что нам рассказывают в школе и пишут в книжках. И интересуюсь, ну, вообще реальной наукой, как оно что устроено, как оно все функционирует вокруг. Ну, мне с детства было интересно, как что устроено вокруг меня, все разобрать, все посмотреть, все изучить. Вот, этот интерес как-то вот, он остался на всю жизнь. И на основе этого я начал делать определенные наблюдения, да, которые не укладывались в ту официальную версию науки, которую мне рассказывали в школе, в институте и после этого, да. То есть я стал замечать, что существуют вещи, о которых наука просто не говорит. Вот. И был у меня период жизни, когда мой тесть показал мне книжки Владимира Мегре, я их почитал, на тот момент очень сильно проникся, и это был такой толчок, да, посмотреть немножко на мир другими глазами. Вот. Но позже там отдельной истории про Мегре сейчас не будем, да. То есть я это направление совсем не бросил, но немножко отошел от вот такого мэнстилла ихнего, да, потому что там начался какой-то уже фанатизм. И, не знаю, я не фанатик, я не люблю вот такие вещи, да, когда люди не вникают в суть, а удовольствуются внешней формой. Вот. И когда я начал все это дело систематизировать, я вдруг понял, что мир, в котором мы живем, да, то есть вот мы привыкли как воспринимать. Вот есть природа, и есть человек, который с этой природой борется, да. То есть я помню, вот как мы в советской школе учились, и нам говорили, человек покоряет природу, да, то есть человек – покоритель природы. Мы ее покоряем, мы ее заставляем работать на себя, то есть мы как бы боремся с природой. Мы борцы такие с природными различными катаклизмами, да, с природной стихией. Мы ее пытаемся покорить, подчинить, там, победить. Вот. Хотя, с другой стороны, да, если посмотреть, что есть человек, да, то наше биологическое тело – это фактически часть природы. Вот. И пытаясь бороться с природой, мы фактически боремся со своей сутью, да, с как бы природной. Вот. И я начал вот эту тему для себя как-то так расставлять по полочкам, да, и понял, что, ну, как у нас очень часто любят говорить, вот у нас на Земле существовала великая цивилизация, они были такие очень крутые, вот прям продвинутые. Но сразу возникает вопрос, хорошо, если была великая цивилизация, а где следы деятельности этой цивилизации? То есть мы видим вот здания, небоскребы, да, дороги, машины, вот которые от нашей цивилизации, от техногенной. А где следы вот этой предыдущей цивилизации, если она такая великая, да, куда они делись? Вот. На самом деле они никуда не делись, они до сих пор здесь вокруг нас, просто нужно уметь их увидеть. То есть предыдущая цивилизация, которая на нашей планете существовала, она была биогенной, то есть в отличие от нашей современной техногенной цивилизации, да, то есть что они делали? Они работали вот как раз с живой природой, да, то есть они создавали эту живую природу, они создавали эти организмы живые, да, то есть вот если мы посмотрим на живую клетку, то, что это такое, да, то есть это сложнейшая система, да, которая апеллирует материи на уровне атомов и молекул, да, вот, то есть этот, если посмотреть на эту систему как инженер, с инженерной точки зрения, то на этот уровень взаимодействия с матерью мы до сих пор не вышли. То есть мы сейчас работаем на макроурвене, да, мы только-только начинаем подходить в микроэлектронике к атомарному уровню, да, мы только-только начинаем сейчас щупать вот что такое нанотехнологии, да, то есть если мы посмотрим на основные направления, которые у нас в современной науке сейчас идут, да, то есть это нанотехнологии, но не так, как это у нас Чубайс нам рассказывает, да, что это какие-то там покрытия, светодиоды, нет, то есть суть нанотехнологии в том, чтобы научиться манипулировать материи на уровне атомов и молекул и создать такие микросистемы, да, которые смогут из этих атомов и молекул собирать макроструктуру. То есть вот это основное направление того, что называется нанотехнология. Вот. Так вот, если мы посмотрим на живые клетки, это и есть наномашины, которые на уровне атомов и молекул строят из вот этих строительных кирпичиков природы, да, Вселенной, они строят макроструктуру. То есть все живые организмы построены вот такими клетками, да, такими наномашинами. Вот. Если мы посмотрим, как эта клетка управляется, то это программа, записанная в ДНК, которая находится в ядре, да, и в этой программе полностью информация о том, как нужно построить огромный организм, да, то есть даже вот все эти гигантские деревья или гигантские животные, слоны, киты, да, они все строятся вот такими маленькими клетками и из программы, которые записаны в ДНК. Ну и наши с вами тела тоже построены вот из программ, которые записаны в ДНК. Вот. Значит, мы пока, наша современная цивилизация, мы пытаемся что-то вот попробовать сделать путем модификации уже существующих систем, да, вот то, что сейчас в биотехнологиях, попытки влезть в эту ДНК, попытки что-то там нащупать, вот, но они пока похожи на то, как, вот знаете, взяли мы компьютер, отверткой ткнули куда-то в плату, что-то закоротили, посмотрели, ага, вот это перестало работать. О, понятно, значит, мы не туда ткнули, мы в другое место ткнем. И мы вот в готовую систему тыкаем, да, что-то в ней там нарушаем, получаем какой-то новый эффект и говорим, о, да, вот если вот тут потыкать, у нас вот эти блоки перестали работать, мы получили какой-то эффект, и у нас зато другие блоки стали работать лучше, да, и вот теперь у нас получилась якобы новая система, которая, по сути, да, она не работает, как исходный природный организм, она уже дает нам конкретную функцию, ну, как вот, мы взяли зерно, да, получили от него большую урожайность в конкретный вот момент, но при этом это зерно не дает потомства, да, вот, то есть это, ну, я вот не считаю, что это хороший результат, да, то есть если мне каждый раз нужно снова идти и покупать это зерно, то это что-то не то мне подсунули, вот. Если посмотреть на уровень технологический, да, что такое живой организм, да, то есть вот если мы посмотрим, одна клетка, да, начинается с одной клетки и строится макроструктура, которая какими свойствами обладает, то есть она саморазвивающаяся. Нам, ну, грубо говоря, человеку не требуется ничего делать, да, достаточно посадить семечко в землю, из него вырастет дерево, да, или достаточно там спарить самку и самца, у них родится потомство, и оно само вырастет, из-за этого самка с самцом, да, там какого-то животного домашнего, да, она их выкормит, вырастет, и мы получим новых животных, да, таких же, как их родители. Вот, эти системы, соответственно, самовоспроизводящиеся, да, вот, эти системы саморегулирующиеся, то есть они в случае повреждений, у них эти повреждения, ну, до определенной степени они восстанавливаются, вот, ну, представьте, да, что вот вы садитесь в автомобиль, начинаете ехать на нем, да, и у вас заканчивается бензин, да, ну, вместо того, чтобы остановиться, да, автомобиль начинает вот часть пластика, которая у него есть, перерабатывать в бензин, да, и продолжает ехать. Ну, пластик ему не самый критичный, да, вот сначала какие-нибудь детали отделки, интерьера, да, то есть без которых, в принципе, вы можете вот какое-то время обойтись, но зато вы сможете доехать до нужной точки, да, когда вы доехали до нужной точки, вы залили бензин, и этот пластик снова восстановился, да, или у вас прокололось колесо, вы остановились, немножко постояли, это колесо само заросло, да, восстановилось, как бы, и вы поехали дальше. Или там случилась какая-то поломка, да, автомобиль остановился, там какое-то время происходит, эта поломка чинится. Так вот, с нашей современной техникой это пока фантастика. Но если мы возьмем любой живой организм, который у нас есть, он все то же самое умеет делать. То есть, возьмите лошадь. Если ей не хватает питания, она сразу не умирает. То есть, какое-то время она будет энергию запасена в своих тканях, использовать, чтобы поддержать жизнь, чтобы дойти до того места, где есть пища. Ну и мы также, наш организм, мы также функционируем. И мы какое-то время можем обходиться без пищи. То есть, использовать ту энергию, которая запасена в наших тканях. То есть, мы восстанавливаем свои ткани в случае повреждения. То есть, мы и в случае болезни теряем определенную функциональность, но мы, тем не менее, восстанавливаемся, восстанавливаем свою внутреннюю структуру, восстанавливаем здоровье, и дальше можем функционировать. То есть, в биогенной цивилизации все эти вопросы уже были решены. И у биогенной цивилизации есть еще один очень интересный момент. То есть, они, в принципе, совсем по-другому работают с материей и с энергией. Вот если мы посмотрим на биогенную систему, на то, что называется экологически... Ой, не экологически, как это называется. Биоцинозы, круговорот веществ природы, да, то есть, вот этот цикл биологический, то он очень экономно расходует энергию, да, очень бережно относится к энергии. То есть, солнечный свет, вот свет, основной источник энергии, ну, в смысле, основной источник всего, да, всех процессов, это свет, который утилизируется растениями, воспринимается, да. И этот свет образует, накапливается в виде органических соединений и дальше обеспечивает функционирование всей биосферы. То есть, эти соединения поедаются травоядными животными, травоядные животные поедаются хищниками, да. То есть, на каждом этапе происходит процесс, который называется уплотнение энергии, да. То есть, если мы будем строить вот эту энергетическую пирамиду, да, то растений их больше всего, и они производят первый этап уплотнения энергии, да. То есть, воспринимают солнечный свет и его уплотняют. Вот. В свое время был такой роман, я в школе, когда учился, читал фантастический, где автор такую гипотезу, ну, как идею предлагал, что вот, если мы в животных внедрим хлорофил, то они смогут воспринимать солнечный свет якобы, да, и их не надо будет кормить, и этого будет достаточно, чтобы они существовали. Вот. Но современные исследования говорят о чем? О том, что это невозможно. По какой причине? Количество энергии, которое за единицу времени поступает с солнечным светом, оно очень небольшое. Почему у нас деревья такие большие, да, и, ну, вообще растительность занимает достаточно большой объем, и там основной показатель – это площадь поверхности листа, да, то есть, потому что нужно огромное количество энергии собрать, чтобы получить какое-то небольшое количество органических соединений. То есть, площади поверхности животных просто не хватит, чтобы с того света, что на них попадает, обеспечить их жизнедеятельность. Вот. Поэтому на планете у нас выстроена так называемая пирамида питания, да, то есть, как бы деревья поглощают свет, животные травоядные поглощают деревья, уплотняют, да, производят эти животные биологические соединения. А хищники – это как контур, регулирующий уже деятельность биосферы на следующем уровне, да, то есть, они поглощают травоядных животных. Вот. Человек у нас находится в такой, в отдельной нише, да, то есть, человек – это управляющий контур, это носитель разума, и он для того, чтобы обеспечить максимальное выживание, он всеядное существо, да, то есть, мы можем питаться и растительной пищей, мы можем питаться и животной пищей, вот, и это обеспечивает нам максимальную выживаемость. Если мы посмотрим нашу техногенную цивилизацию, то у нас все устроено по-другому, да, то есть, у нас огромное количество энергии расходуется на то, чтобы производить все наши детали, механизмы машины, да, то есть, для того, чтобы произвести одну тонну стали, нужно там порядка трех тонн железной руды, там, в зависимости от содержания железа в ней, нужно порядка, там, больше тонны кокса, причем кокс – это уже переработанный уголь, да, как бы специальным образом подготовленный, нужно порядка 20 тонн воды истратить, вот, и чтобы все это собрать, чтобы все это, как бы, привести, нужно еще потратить огромное количество энергии, силы, времени, да, чтобы получить вот эту одну тонну металла, стали, да, вот, но когда вы ее выплавите, это не означает, что у вас затраты энергии на этом закончились, да, после этого вы начнете ее обрабатывать, и на каждом шаге по обработке вот этого металла, да, вы будете тратить колоссальное количество энергии. Это связано с тем, что металлы сами по себе, да, они очень тяжелые в работе как с веществом, потому что они образуют кристаллическую решетку. Вот если мы посмотрим на природную среду, то мы выясним, что там практически нет металлов в чистом виде, в виде кристаллического, вот, кристаллического металла, да, почему, потому что им атомами металлов в чистом виде, когда они в кристаллической решетке, очень тяжело оперировать, очень тяжело с ними что-то делать. Поэтому в биологических тканях и в земной коре металлы присутствуют либо в виде оксидов, либо в виде солей. В чистом виде металлы практически не встречаются. Очень редко в виде самородков, и очень немногие виды металлов можно найти в виде самородков. Вот. И один из ключевых моментов, который сейчас у нас есть проблема, это проблема мусора. То есть вот, если мы сейчас, кто видит картинку, это мусорный остров в Индийском океане, недалеко от побережья Китая, который пытаются они с помощью специальных кораблей утилизировать, да, и вот такие острова сейчас занимают в Индийском и в Тихом океане гигантские площади, да. И это связано с тем, что мы начали производить вещества, которые не могут быть утилизированы природной средой. То есть они несовместимы с той средой, в которой мы живём. И это серьёзная на самом деле проблема. Вот у биогенной цивилизации такой проблемы нету в принципе, да, то есть там нет отходов. То есть если мы посмотрим, что происходит с умершим организмом, да, то есть он постепенно перерабатывается с помощью микроорганизмов других животных, падальщиков, да, или с помощью микроорганизмов, там, микробов, бактерий. Он разбирается на исходные составляющие, и эти вещества запускаются снова в круговорот жизни. Но что интересно, что никогда в живой природе биологические ткани не разрушаются до первичных атомов и молекул. Практически всё, что можно использовать повторно, да, то есть как бы живая среда пытается использовать, то есть чтобы сократить потери энергии, которые уже были накоплены на предыдущих этапах. За счёт этого расход энергии у биологических систем намного ниже, чем у техногенов. Ну вот если взять, сейчас много говорят, да, вот бензин, он сейчас расходуется, есть так называемое топливо из растительной массы, да, то есть мы можем посадить биодизель, скажем, произвести, да, вырастить там специальные маслянистые породы растения, из них отжать это масло и получить якобы топливо. Но оказывается, если мы начинаем смотреть данные, которые уже сейчас есть, то есть, что для того, чтобы заправить 50 литров вот этого топлива, нужно переработать такое количество органики, органической вот этой массы растительных, да, что если её заменить, скажем, эту же сою взять, ну, пищевыми какими-то растениями, да, то их хватит, чтобы накормить там нескольких человек в течение года. То есть какая проблема возникает, что мы должны либо выращивать себе продукты питания, да, либо отказаться от этого и начать выращивать вот эти растения в больших количествах, чтобы получать топливо для нашего техногенного мира. Вот. Почему и возникает сейчас на западной элите, да, у них возникла концепция, так называемого золотого миллиарда, некоторые, наверное, слышали, что население очень большое, мы его должны сократить, там, до полутора-двух миллиардов, и лишних просто истребить. Почему истребить? Потому что в природе нет естественных процессов, которые могут привести к сокращению популяции такого-то живого организма, да, вот к такой резкой. Вот. А они поставили цель к 2100 году оставить на земле, ну, хотя бы два миллиарда, лучше полтора. Это означает, что они сейчас будут искусственно организовывать эпидемии, они будут искусственно организовывать какие-то войны, да, конфликты, хаос, который будет приводить к тому, что население начнет сокращаться. И мы уже начинаем эти процессы наблюдать, то есть отработан этот механизм в Северной Африке, да, в той же Ливии, в том же Египте, там, сейчас вот в Сирии они пытаются это запустить, да, то есть как бы готовятся серьезные, как бы, процессы в Европе, туда завозятся беженцы вот с этих территорий, где уже хаос начался. Вот, то есть они готовятся, и еще один показатель, который указывает на то, что эти процессы идут, готовятся, да, то, что практически во всех странах началось падение уровня жизни основной части населения. То есть элита начинает богатеть все быстрее, то есть они начинают концентрировать у себя ресурсы, вот, но основная часть населения становится все беднее. Вот, для чего это делается? Это делается для того, чтобы создать более тяжелые условия жизни, которые автоматически приводят к тому, что население начинает меньше рожать детей. То есть когда они чувствуют, что условия, как бы, тяжелые, да, что надо много работать, денег мало, как бы, и плюс накрутка психологическая, да, что вы должны жить богато, вы должны жить там, у каждого должен быть коттедж, машина и все прочее, да, то есть или еще лучше, личная яхта, личный самолет, вот. То есть создается такой, как бы, образ потребителя, которого много всего должно быть, и в то же время экономическая ситуация выстраивается таким образом, что человек не может это себе обеспечить. И ему кажется, что жизнь идет плохо, да, и что в этих условиях, вроде как, еще и детей заводить, и детей рожать. Причем обратите внимание, как выстроена интересная сейчас модель, да, что практически везде нас переводят на платное образование, практически везде у нас переводят на платную медицину во всех странах. Вот, это тоже, как бы, этот же самый процесс, да, что человек, он начинает думать, а как я буду учить детей, да, если вот сейчас много детей нарожаю, как я их буду учить, как я их буду лечить, да, как я их буду содержать. Вот, и это автоматически приводит к сокращению численности населения. Они эту систему отработали еще в 70-х годах в Европе, в Германии в частности, в западной, да, и сейчас ее пытаются растиражировать на остальные территории. Вот. Почему? Потому что для техногенной цивилизации ресурсов постоянно не хватает. Они, ну, фактически, техногенная цивилизация – это цивилизация паразитического типа. То есть, она паразитирует на живой природе, да, то есть, на природной среде. То есть, мы изымаем вещества, причем мы изымаем их очень быстро. Ну, вот, если мы посмотрим на запасы нефти, да, то имеющиеся запасы нефти мы исчерпали, ну, фактически, из-за каких-то 200 лет, да. Значит, каким образом нефть образовалась в поре до сих пор, да, но там есть главный показатель, что скорость образования этой нефти в разы ниже, чем скорость ее потребления. Что это означает? Это означает, что в какой-то момент мы должны либо… То есть, у нас цивилизация не может дальше развиваться, потому что ресурсы, энергетические ресурсы закончились, да, либо мы должны перейти на какой-то другой путь развития, другой источник энергии. отказаться вот от того пути, к которому мы сейчас идем. Алексей, ты здесь, нет? Да, я с тобой. А то как-то что-то у меня никакой обратной связи нет, я не в том, что я говорю, говорю. Не-не-не, я рассматриваю картинку, считаю в эти пузырики, плавающие бутылочки. Не, ты понимаешь, на самом деле с мусором сейчас это просто вот… То, что нам не показывают по телевизору, его как бы нет, да. Хотя тут же, вот сейчас у нас в Волоколамске происходит этот процесс, да, когда мусорная свалка начала разрушаться, и там начались серьезные процессы, да, как бы люди стали задыхаться. Вот, оно все здесь, оно все рядом, да. Ты мне про Волоколамск не рассказывай. Я не так далеко от этого места нахожусь. И я знаю не только Волоколамск, а еще другие места Подмосковья, где люди, которые находятся в километре-полутора от этих свалок, просто уже не могут жить. Причем, ладно бы это было где-то вдалеке-далеке, где вот вообще никто ничего не чувствует. Это прямо между деревнями, это рядом с крупными городами. Мало того, это находится на водоносных слоях, и вода уже отравлена. И люди просто поднимают многотысячные митинги. И там отвечают им, знаете, все нормально, все хорошо, мы ничего не чувствуем. Да, все правильно. А теперь, Алексей, смотри, давай мы посмотрим на эту проблему с другой стороны. Вот Москва – это гигантский мегаполис, вот в агломерации Москвы сейчас проживает около 20 миллионов человек. У нас в стране всего около 140 или 145 миллионов. То есть это больше 10, где-то порядка 15% населения страны живет на маленьком пятачке. Вопросы, зачем это сделано? И почему нас вот сгоняют в мегаполисы? То есть это не только в Москве этот процесс идет. Я это наблюдаю у нас в Челябинской области, что у нас людей из малых деревень, из малых городов начинают вынуждать просто переезжать в крупные города. То есть у них уничтожается социальная инфраструктура, у них уничтожается экономика. Экономика переводится в мегаполисы. Так выгоднее с точки зрения получения прибыли для тех, кто этим владеет. А в результате получается, что излишняя концентрация населения на очень маленькой территории. И фактически Москва – это как черная дыра на ткани природы, на живой ткани природы. И она начинает разрушать пространство вокруг себя. Почему там проблемы с мусором в Москве? А куда его девать? У вас там 20 миллионов человек. Понимаешь? Это как вопрос прозвучало. Так вот, все очень просто. Знаешь, чисто не там, где убираются, а чисто там, где не мусорят. Есть такая поговорка. Так вот, для того, чтобы не создавать вот эти свалки, необходимо в первую очередь прекратить ввоз гадости из Китая. Мы туда поставляем много сырья, они оттуда везут всякой дрянь, которая является поставщиком для наших помоек. То есть это упаковка. Причем упаковка излишняя порой. Это какие-то детали, какие-то запчасти, которые ломаются буквально там игрушки через какое-то время, даже не прослужив месяц и так далее. С одной стороны, ты прав. То есть, с одной стороны, если мы... Извините, Алексей, я тебя перебью. Тут смысл в чем? Что если мы даже запретим ввоз из Китая, нам повезут из Европы. Нет, нет, не в этом дело, что запретить с какой-то страны. Необходимо запретить ввоз вообще всего того, что уничтожает страну. Неважно, хоть это с Марса, хоть с Луны. Первая задача от тех, кто управляет страной, понять, что мы не должны захламлять свое пространство. Поэтому мы не должны принимать ту продукцию, которая захламляет наше пространство. Поэтому возишь в упаковке, которая не оправдана, которая не нужна, будь добр, в сто раз больше заплати налога только за эту упаковку. Возишь вещь, которая ломается быстро, и нарекания идут на нее, не прослуживший гарантийный срок, там, 10 лет, к примеру, значит, будь любезен, заплати огромные штрафы и так далее и тому подобное. Если у нас сейчас коммерсы активированы все, они же любят считать копеечку. Они очень быстро найдут выходы такие, чтобы ввозить сюда правильные упаковки, которые как минимум разлагаются и так далее. Алексей, знаешь, почему это может? Потому что, смотри, когда у тебя глобальная экономика, и когда ты везешь траварь через полмира, ты его не сможешь довезти, если ты его не упакуешь в упаковку, которая не разрушается природной средой. Понимаешь? Я понимаю, но здесь есть возражения. То есть, либо у тебя концентрированная экономика, как сейчас, либо она распределенная. Какое было здравое зерно в идеях Мегре, когда он говорил, что нам нужны поселения, что нам нужно распаковать города, создать поселения, вписанные в природную среду. Для чего? Для того, чтобы... Есть такое понятие пермакультура, когда человек выстраивает процесс жизнеобеспечения таким образом, что вещества, которые он... Он производит продукты питания на своем личном участке, и они производятся естественным путем, без применения машин, без применения механизмов. То есть, их не надо куда-то везти, их не надо упаковывать, чтобы перевозить через полмира. То есть, у тебя отпадает масса потребностей, плюс те отходы, которые органически у тебя производятся, ты на этом же участке утилизируешь. То есть, сама система жизнеобеспечения и вот эта экономическая модель должна быть перестроена. Пока она не перестроена, это все бесполезно. Хотя вот сейчас вот начинаются такие разговоры идти, что надо это перестроить. Я даже тут слышал, когда вот дебаты шли на президентских выборах, и один там товарищ, представитель как раз, кстати, путинской, его доверенное лицо, он на одних из дебатах вдруг начал говорить, что да, у нас сейчас задача найти вот такие материалы, которые будут вписываться в природную среду. То есть, я так понимаю, что они тоже эти вещи как-то мониторят, об этом задумываются. Но я впервые, кстати, услышал это по телевизору. Я понял, Дмитрий, просто это я хочу закончить. Дело в том, что если мы что-то везем, должны быть специальные контейнеры, которые позволяют перевозить без упаковочной или с меньшей упаковкой. Поэтому вариант, что мы через полмира везем и так далее, это, ну, если правильно задастся целью, и высокие налоги будут, найдут способы для того, чтобы быстро все это привести в порядок. Во-вторых, необходимо каждому гражданину, каждому нормальному человеку частично утилизировать мусор у себя самого в квартире при помощи того, что природа придумала. Это очень просто делается. Какие-то там шкурки и прочее, прочее, прочее. Это все просто делается. Дальше. Это еще и выгодно с точки зрения экологии, с точки зрения вообще жизни человека. Потом дальше. Надо людям почаще смотреть на землю, перебираться уже из планктона, нормальных прощаться хозяев и делать что-то на земле. Поэтому вариантов здесь просто пишут. Вот мы тут говорим-говорим, а нам тут сколько вы ни говорите, давайте рабочий алгоритм. Так вот как раз Народная Славянская Рада занимается тем, что подготавливает алгоритм, как, если вы живете в городе, себя хотя бы чем-то обеспечивать и не мусорить. Второе. Как сделать так, чтобы мусор сюда не ввозили, который бесполезен. И третье. Как становиться хозяевами и вот это все, что мы сейчас накапливаем и переводим какие-то программы уже готовые, использовать у себя на садовом участке, в своих общинах и в больших поселениях, которые уже являться будут промышленными производствами. Так что не принимаю я от такой выражения, что мы тут ничего не думаем. Мы не просто сидим и ля-ля, мы еще и разрабатываем какие-то планы, которые в дальнейшем можем внедрять в экопоселениях, в родовых поместьях и многих-многих вещах. Ну, фактически, понимаешь, можно бороться со следствиями, а можно бороться с причиной. Не допускать. И основа этого нужно от городского образа жизни, то есть города нужно распаковывать и нужно выстраивать распределенную систему поселений. Причем эти же поселения должны становиться начальным уровнем общин, то есть к общинной системе возвращаться. То есть пока у тебя нет... То есть в городе... Вот смотри, мегаполис. Что мы имеем? Настя, можно потише, пожалуйста? Вот, значит, в городе вроде бы у нас миллион человек, но люди все разобщены, да, то есть все одиночки. То есть в городе как таковая община не возникает, ее сложно здесь организовать, да. Почему? Потому что ты живешь в одном месте, работаешь в другом, какие-то процессы у тебя в третьем месте, да. Вот. И у тебя получается, что не возникает вот как это... Вот когда-то в поселении вы все друг другом рядом, вы все друг друга знаете, вы вместе работаете, вместе живете, да, у вас какие-то единые пространства, в котором вы взаимодействуете. А в городе этого не происходит. И мало того, нам... Смотри, какую модель закладывают, да, что каждый сам за себя, да. То есть что такое? Вот либеральная эта модель, да. Что вот ты исключительный, ты вот такой крутой, да. То есть ты вот должен свои личные способности развивать, твои как бы вот личные интересы, они превыше всего, а все остальное как бы уже вторично, да. То есть почему опять же это делается, да? Потому что вот эта капиталистическая паразитическая система, да, она только в этом формате может существовать. Потому что если ты будешь как по-человечески относиться к тем, кто вокруг тебя, ты не сможешь на них паразитировать. У тебя будет с этим проблема, да. То есть ты не сможешь как бы стать продвинутым капиталистом, да, который зарабатывает очень много денег, потому что, ну, для нормального человека с нормальным мировоззрением и сознанием это просто невозможно, да. То есть он не может как бы получать миллиарды, когда рядом люди умирают с голоду. Ну ладно, давай вернемся к нашему основной теме, да. Давай. Вот, по лекции. Значит, я когда вот на эти темы начинаю беседовать, да, и говорю, что, ребята, вот у нас была другая цивилизация, она была биогенной. Они создавали биологические организмы, да, в том числе вот какое назначение было этих животных. Их задача была поддерживать вот эту живую среду. То есть не человек должен был работать, да, вот как мы сейчас в сельском хозяйстве. Да, мы все делаем как бы домашние животные, какая у них основная проблема? Они не выживают без человека. То есть мы их уже исказили таким образом, что они требуют постоянного присутствия человека, да. А вот если посмотреть на исходную природу, да, то там не требуется присутствия человека. Человек там как бы он корректирует процесс, да, может в него вмешаться, как-то скорректирует, но в целом процессы работают без человека. И это очень важный показатель, да. То есть человек как творец, да, как вот пользователь системы, он не должен как бы заниматься ее вот таким ежедневным, сложным, тяжелым обслуживанием, как мы обслуживаем свою техногенную систему. Вот, и для этого создается масса живых организмов, у каждого из которых есть своя определенная функция, да. То есть, скажем, я очень люблю показывать вот бобров, да. Почему? Потому что, как там говорят, вот, естественный отбор заставил там всех животных выйти на определенные, значит, ну, то есть сформировать определенные там навыки, свои способности. В связи с чем я всегда спрашиваю, ребят, вот хорошо, вот бобры, да, вот они строят хапки, чтобы их построить, они перекрывают реки. Да, строят плотины. Вот. Вопрос. Каким образом бобер додумался до того, что для того, чтобы как бы поднять уровень воды в реке и затопить вход, нужно построить плотину на реке. Понимаешь, путем естественного отбора, да. То есть, это настолько множество сложных процессов, да, которые путем случайного совпадения, да, ну, как бы я очень себе слабо представляю, как это могло произойти. Дмитрий, это же сколько бобров должно сдохнуть, прежде чем они додумаются, что до хатки строить. Да. Но тут есть еще один важнейший момент, который, как бы, вот все эти сторонники официальной навыки, они вообще даже о нем не упоминают. Дело в том, что у большинства живых организмов есть функционал, есть определенные вот функции, да, которые они выполняют в биосфере, которые нужны биосфере в целом, но они не нужны конкретно этому животному вот в явном виде, да. То есть, если мы исходим из того, что с точки зрения вот естественного отбора эти животные пытаются, ну, как бы, меньше тратить энергии, больше получают себе плюсов, да, то в данном случае идет явная противоречия, потому что вот когда он эту функцию для природной среды выполняет, то он тем самым расходует лишнюю энергию, то есть ему незачем это делать, да. То есть, бобер мог построить и по другим способам свое это жилище, вместо того, чтобы строить гигантскую плотину на реке, да, а есть плотины, вот, это вот вид близко, да, как она выглядит, эта бобровая плотина, а вот эта картинка, это плотина в Канаде, длина которой 750 метров, то есть эта плотина больше, чем любая из плотин, построенных человеком по своей длине. Это фотография из космоса, да, у них там в национальном парке, вот они самую гигантскую плотину построили в мире, бобры. Вот, и возникает вопрос, да, а зачем они это делают? И оказывается, что эта способность бобров очень важна для нормального формирования вот природной среды, в частности лесов. Что они тем самым, какую функцию выполняют? Они задерживают воду, они не дают ей быстро стекать с рек, да, и там, где бобры, вот у нас сейчас на некоторых реках, здесь в Челябинской области вернулись бобры, то есть, когда вот 90-е годы экономика начала загибаться, да, у нас промышленность, многие заводы позакрывались, и резко уменьшилось загрязнение рек, и у нас стали восстанавливаться популяция бобров. Но мало того, что у нас стала восстанавливаться популяция бобров, они стали строить эти плотины, они стали подпруживать реки, да, и у нас начали, вот там, где бобры начали эти реки подпруживать, у нас начали восстанавливаться леса. Рост лесов заметно усилился, да, почему? Почему? Потому что вот весенний паводок, да, вода не успевает вся уйти, она задерживается этими плотинами. Дожди прошли, если плотин нет, вся вода быстро стекла, да, и все, и как бы снова суш наступает. Когда у нас есть плотины, вот эти бобровые, да, то вода задерживается и дольше находится вот в верховьях, да, и через подземные вот эти протоки, да, то есть лес эту воду может использовать для роста. Вот, то есть серьезная важнейшая функция. И если мы дальше будем смотреть, ну, даже те же пчелы, да, те же вот насекомые опылители, да, то есть мы начинаем там разбираться и выясняем, что есть очень много пар насекомых животных, ой, насекомые растения, насекомые растения, да, которые вот прямо они приспособлены друг под друга, да, как будто бы это, ну, инженер проектировал совместно, да, что вот это же насекомое сюда, это сюда, это сюда, да, то есть, понимаешь, как бы есть вот этот функционал, который, он не нужен самому животному просто сам по себе, да, Но он нужен для того, чтобы система в целом функционировала. Никакое животное ничего не знает о системе в целом. То есть, она не может себе этот функционал сформировать, думая о том, что хоть естественным отбором, хоть еще каким отбором. То есть, это должен быть кто-то, кто находится над этим животным, который видит всю систему в целом. И он может скорректировать функционал этих животных таким образом, чтобы они выполняли необходимую функцию в системе. Ну, понятно, да, то есть, системный подход. То есть, чтобы выстраивать систему, ты ее не можешь выстраивать, находясь внизу. Ты ее должен видеть целиком. Ты должен понимать, какие процессы происходят в целом. Только тогда у тебя получится как бы ее запустить. А находясь внизу, построить систему невозможно. То есть, я считаю, что большая часть нашей биосферы, она была сформирована предками, совместно. Извиняюсь, тут у меня кот требует пожрать. Вот. То есть, возникает вопрос, а есть ли бог? Да? Ну, судя по тому, что кот знает, когда требует пожрать и как требует пожрать, бог есть. Да. Потому что это все было заложено. Ну, вот. Значит, у меня немножко тут картинка не по порядку стоит. Ну, ладно, тем не менее. То есть, когда я ставлю вот эту тему для себя, ну, с такой, с научной точки зрения, да, не с религиозной, то есть, я вот все-таки не идеалист, да, я больше материалист, ну, хотя, я не знаю, сейчас мне уже сложно сказать, чего я больше приверженец, да, потому что там, то есть, я считаю, что нет ни идеализма, ни материализма, да, есть как бы некая синтез, когда материя развивает разум, а разум потом развивает материю, да, то есть, они друг без дружки развиваться не могут, да, то есть, они возникают как единая сущность, да, совместная, и они друг дружку совершенствуют. Поэтому сказать, что вот, Бог сначала появился, он супер-пуперски все там познал, да, а потом начал материю создавать и мир, такого нет, да, то есть, Бог создает вселенную, он ее развивает и развивается вместе с ней. Понимаешь, то есть, я для себя к такому выводу пришел. Вот. Но там есть другой еще аспект. Когда я начал вот эти все вещи изучать, то оказалось, что существует на сегодняшний день известно как минимум шесть форм самоорганизующейся материи, да, вот одна из форм – это на основе углерода. На основе соединения углерода, да, то, что мы называем биосферой, то, что мы вокруг себя наблюдаем. В принципе, при других физических условиях на Земле смоделировали процессы в плазме, да, и сказали, что она не только может организовывать самоорганизующиеся структуры, да, но она обладает свойством переносить информацию, то есть, образовывать структуры, похожие на ДНК, которые могут реплицировать эту информацию и копировать друг на дружку, да, то есть, информация может распространяться по вот этой плазменной структуре. И в 90-х годах наши космонавты на станции Мир ставили соответствующие опыты, и они доказали, что да, вот в невесомости плазма может образовывать вот эти вихревые самоорганизующие структуры, которые были вот предсказаны американцами. То есть, плазма является самоорганизующей формой материи. Ну и теперь очень простой вопрос. Да, вот мы смотрим вот эта карта Вселенной. Специальный снимок, да, на котором показана не только наша галактика, но и еще множество других галактик. Если мы возьмем галактику Млечный Путь, в котором находится наше Солнце и наша Земля, то это порядка, там по разным оценкам, от 100 до 200 миллиардов звезд. Да, если мы возьмем туманность Андромеды, которая считается еще более крупной галактикой, то там уже счет звезд идет на порядка там одного триллиона, да. А в целом в галактике, ну там, просто умопоночительное количество звезд. То есть, их гораздо больше, чем людей живет на Земле. Даже в галактике Млечный Путь звезд больше, чем людей живет на Земле. Вот. И для того, чтобы самоорганизующие структуры возникли в плазме, условия, ну там температура выше 2000 градусов, там выше 2 или 2,5, я сейчас не помню точно, сколько они там посчитали. Вот. Ну и определенные условия. То есть, эти условия у большинства звезд существуют, да. Теперь смотрим на белковую форму жизни. Чтобы она возникла, необходимо очень узкий диапазон температур, да. То есть, нормально вот эти реакции в соединениях улья-роза протекают при температурах там от 20 градусов до 30, да. Там 30, 35, 36, там после 42 начинается тепловая денатурация белка. Да. То есть, соответственно, вот у нас температура тела 36, у каких-то животных чуть побольше, у большинства животных чуть поменьше. Вот. Значит, это вот в районе там 30-35 градусов, это оптимальная температура для белковых реакций. Соответственно, вот у нас оптимальные условия для биосферы, да, от 10 градусов и до, ну, максимум 40, да. После 40 уже тоже некомфортно. А еще лучше, вернее, не больше 30. То есть, буквально каких-то 20 градусов разброс температур, да. Возникает вопрос, где выше вероятность, что возникнет разумная форма жизни? В миллиардах звезд, у которых у всех практически условия подходящие для возникновения самоорганизующихся структур, да. Или на планете вот в виде белковой формы жизни, да, у которых... То есть, мы пока знаем только единственную планету, где доказано, что такие условия существуют, и мы не знаем, есть ли такие условия на других планетах. Ну, понятно, что планеты какие-то еще существуют, да, но мы не знаем, есть ли там похожие условия, нету там похожих условий. Вот. То есть, я как бы для себя очень быстро пришел к выводу, что первыми разумными формами жизни во Вселенной это были звезды. То есть, это были вот эти плазменные образования. То есть, это и есть, скажем так, вот те боги, да, которые потом творят уже материальные миры. Вот. И когда я стал искать этому подтверждение, то оказалось, что когда мы начинаем читать вот Махабхарату и вот эти индийские эпос, да, то у них там есть вот эта индийская космогония, они там очень четко именно эту модель и прописывают. Причем у них, как говорится, что вот есть Вишну, это верховное божество, да, и этот Вишну, он в каждом, ну, там у них перевод немножко неточный, который на русский был сделан, там у нас сказано, что в каждой вселенной, ну, у них в переводе сказано, что в каждой вселенной создается бог Брахма, это первое материальное существо, да, вот он так у них изображается, смотрящий во все стороны, вот бог Брахма, который и сотворяет все материальные миры, планеты и всех существ на этих планетах. Вот, ну, когда я дальше стал разбираться, оказалось, что слово, которое использовано для обозначения вселенной, универсум, на самом деле обозначает не только вселенная, но и планетарную систему. И смысл в чем, что верховная сущность в каждой планетарной системе создает звезду, и вот эта звезда, это и есть вот первое разумное существо, да, то есть первое, он считается полубогом, да, он считается материальной сущностью, и он является, ну, фактически, самой продвинутой сущностью, самой могущественной сущностью вот в этой планетарной вселенной. То есть звезда является Брахмой. И как изображается Брахма? Он смотрит во все стороны, да, то есть это аналог всевидящего ока, да, то есть у нас есть символ у масонов, но он не совсем масонский, они его просто позаимствовали, да, у нас есть символ всевидящего ока, он есть у египтян, он встречается у нас в Питере, да, во многих местах, то есть это символ Солнца. И то, что Брахма рисуется смотрящего во все стороны, да, это тоже аналогия того же самого, то есть это видящий во все стороны, то есть всевидящий, да, то есть и Брахма, он так и в мифологии, в индийской, он так и трактуется, что он всевидящий, все знающий, да, то есть он как бы контролирует материальный мир, который формирует. То есть это Солнце, да, то есть, ну, не Солнце, да, конкретно, а это вообще звезда, то есть звезды являются сущностями более высокого порядка, и уже эти звезды дальше формируют материальные миры. Я нашел еще очень интересную информацию по этой теме, что были такие эксперименты, которые показали, что если модулировать световой поток соответствующим образом, то можно с помощью этого светового потока изменять структуру материи, то есть плотной материи. То есть они проводили опыты с лазером и выяснили, что если определенным образом лазер модулировать, то на поверхности металлов меняется структура. То есть в принципе с помощью света, с помощью светового потока можно управлять атомами и молекулами, то есть можно перестраивать их в структуру. Поэтому я как бы с научной точки зрения не вижу, почему Солнце или Звезда не может сформировать материальный мир, сформировать на нем какие-то структуры, живые организмы и все остальное прочее. Я для себя пришел, что как бы нет противоречий между научными данными, которые у нас сейчас есть и теми религиозными воздействиями, вот именно ведическими, не те, которые сейчас нам в РПЦ рассказывают в церкви, а вот то, что знали наши предки, то, что у нас в ведах в Индии сохранилось. Кстати, ты знаешь, почему у нас в России-то не сохранилось вот этих ведов, почему мы с Индией эти веды сейчас берем и переводим? Расскажи свою версию. А потому что у нас была устная традиция, то есть то, что у нас называется язычество, то есть это вот две ветки, и они, кстати, вот если мы начинаем не с точки зрения догма, а с точки зрения здравого смысла читать Новый Завет, и там очень четко сразу следует, что Иисус Христос был язычник, а он пришел и боролся с книжниками, те, которые знания давали по книгам. То есть вот эти две ветки, да, языческая, то есть исходно православие, которое настоящее наше русское, вот это местное, да, славянское, это было именно язычество. И Иисус, который вот, ну, та личность, которую нам сейчас под именем Иисуса преподносит, да, он был язычник, он был представитель устной традиции. Вот, и у нас как бы эта устная традиция, то есть она достаточно долго существовала, я вот читал про Афанасьева, который записывал вот наши сказки, былины, да, известный наш этнограф, вот, и он, у него есть как бы, вот книжки, есть как бы предисловие, где он рассказывает, как он их собирает, и он говорит, что я, он говорит, когда вот он начал этим заниматься, он столкнулся с очень интересной вещью, что вот эта устная традиция фактически еще в XIX веке существовала, что он приходил в разные территории, да, и вот, скажем, былину про Илью Моронца, ему рассказывали фактически слово в слово в совершенно разных местах. Он говорит, вот я нашел четыре варианта, которые чуть-чуть отличались, да, небольшими элементами, да, вот, но в целом мне как бы их пересказывали, вот, я их прямо вот, говорит, записывал, я понимал, что вот люди мне их выучивали в детстве наизусть, да, и мне они их пересказывали вот слово в слово. Я потом, когда их расспрашивал, а как, а что, они говорят, вот мы когда были детьми, нас бабушкой и дедушкой заставляли выучивать и пересказывать именно слово в слово все эти былины, то есть это вот элемент устной традиции передачи знаний. Вот, поэтому у нас просто не сохранилось этих книг, мы информацию передавали другим способом. Вот, и я когда этим начал интересоваться, мне объяснили, почему устная традиция, да, что когда ты читаешь книгу, у тебя мало каналов передачи информации, то есть ты фактически информацию воспринимаешь в виде текстовых вот этих надписей, ты не знаешь, какое состояние человека, да, то есть вот когда ты общаешься с человеком живым, у тебя гораздо больше каналов обмена информации, чем вот просто как бы звуковой канал, да, то есть ты видишь, как он к тебе относится, ты видишь его реакцию, да, ты можешь почувствовать какие-то вещи. Вот, и за счет этого ты можешь почувствовать, как тебе человек относится, да, то есть насколько ты ему можешь доверять, то есть добрый он, злой, да, какие, хочет он тебя обмануть, не хочет он тебя обмануть, да, а когда у тебя книжка, ты читаешь текст, да, и вот идет отстранение, вот это, то есть у тебя каналов, тебя легче обмануть, когда тебе дают книжные знания. То есть там распознать ложь сложнее, особенно вот, когда эта информация не научная, которую можно проверять, да, а вот которая, то, что называется, духовные знания, да, то есть как бы, вот, и поэтому была принята информацию такого уровня передавать только от человека к человеку, от душе к душе. И у староверов как бы это сохранилось, да, то есть они тоже, они передают информацию как бы вот от учителя к ученику, то есть из уст в уста, да, то есть как бы это языческая классическая традиция. Поэтому у нас веды как таковые здесь на Русине, а в Индии их стали записывать, да, то есть там вот на юге, вот, и у них эти тексты сохранились, причем я так понимаю, что записывать-то их стали, возможно, даже еще когда британцы туда пришли, да, то есть, потому что Махабхарату, которую мы сейчас знаем, и которая вот она везде присутствует, да, там сколько-то, 18, что ли, у них томов, ее составили и систематизировали именно британцы, когда они колонизировали Индию. То есть они собрали манускрипты как бы со всей территории, свезли их в Калькуту, у них там специально есть институт, где до сих пор эти, ну, то, что осталось, хранится, да, и там они как бы сформировали вот этот текст, который был переведен сначала на английский, а потом уже на все остальные языки, вот. При этом, что они там добавили, что убрали, вопрос отдельный. Я знаю, что единственный текст, который переводился с оригинальных вот этих текстов, не с английского языка, а именно с тех вот, ну, вроде как первичных текстов с рукопись, это перевод академический 70-х годов, который сделался в СССР, то есть вот индусы только этим нашим ученым разрешили получить доступ к самим рукописям, а все остальные переводят как бы с английских текстов, которые они в XIX веке сформировали. Вот, поэтому, когда мне начинают про Махарату рассказать, что это там вот, там такие тексты, это веды там прям, это не полные, во-первых, веды, да, то есть это какая-то часть только знаний, вот, которые до нас дошли, к счастью, да, которые можно поизучать. Но сейчас стоит очень много вокруг этого фальсификации, да, то есть там начинают говорить, это веды такие, это веды такие, там, про космические корабли что-то написано, еще что-то написано, я говорю, ребят, дайте ссылочку, где вы это взяли, где можно увидеть, где почитать, где первоисточник, ничего ни у кого не добьешься, то есть там выдумывается, придумывается, выдается за, как бы, за истину какую-то, да, а реально это, ну, люди пытаются какие-то свои проекты продвигать, что-то такое делать. Ну, вернемся к исходной теме, да, то есть вот давай посмотрим еще на такое существо, вот это у нас хамелеон. Чтобы было понятно уровень технологий, который используется, да, вот он меняет цвет. У него вот эта кожа, она имеет специальную, как бы, мембрану, очень тонкую, которая может менять свою структуру и за счет этого менять коэффициент преломнения света. То есть у него вот это вот цветные пятна, это не, как бы, не какой-то пигмент красящий, да, а это то, как он отражает свет, то есть так называемые фотонные кристаллы. То есть это просто супертехнология. Вот. Но что интересно, да, что такие же, такая же технология применяется еще у многих видов животных. То есть у бабочек у некоторых фотонные вот эти технологии. То есть тут точно такие же структуры в крыльях, да, которые меня, как бы, окрашивают разным цветом эти крылья, да. Вот. Вот это существо, да, вот синий у него нос, видишь? Алексей, ты тут? Да, конечно, вижу. Да. Вот. Вот этот, у Павиана вот этот красивый синий нос, который он самочек привлекает, да, он тоже, это фотонные, как бы, вот эти структуры. То есть это полупрозрачная вот эта структура, да, настроена на длинную волну, чтобы отражать синий цвет. Вот. То есть у разных существ используется одна и та же технология, да. Возникает вопрос, а каким образом технология, ну, это мы к этому еще вернемся, к существу попозже. Каким образом вот эта технология попала в совершенно разные существа, которые не связаны между цепочками развития, да. То есть, как говорят, вот предки-предки, передается-передается, и вдруг мы обнаружим, что вот у нас есть хамелеон, у которого эта технология наиболее продвинута, а потом еще есть целая масса живых существ, у которых ровно та же технология используется в составе тканей, да. То есть передаться по наследству это не могло, да. Но на что это похоже? Это похоже, вот смотри, мы возьмем наш мир, да, вот мы изобрели новую краску. Как какую-то вот акриловые краски изобрели, и эти акриловые краски очень быстро распространились по всей экономике, да. Ими стали красить стены, ими стали красить автомобили, ими стали красить самолеты. Почему? Потому что очень хорошая краска, да, долго держится. Вот. Здесь мы видим ровно то же самое. Кто-то придумал, да, вот эту технологию фотонных кристаллов. И дальше он поделился вот этой своим изобретением, да, с теми, кто проектировал павианов, с теми, кто проектировал бабочек, да. И они эти же принципы заложили вот в тех живых существ, использовали эту же технологию для того, чтобы получить нужные им цвета, да. То есть мы имеем как бы вот такие моменты, да, которые с точки зрения эволюционной теории, они вообще никак не объясняются, да. То есть что сказать, что случайно у всех возникли вот такие как бы клеточки, которые свет преломляют, да, случайным образом, естественным отбором. Вот. А они как бы, ну, то есть там таких существ, существенно начинать считая, да, их там сотни будут, у которых такая же точная технология получения вот окраса поверхности своей. Вот. Ну, и я знаю, что сейчас ведутся вот эти работы по созданию, вот была у меня картинка, это хищник, да, существо, которое становилось невидимым. Вот. И в принципе, да, оно тоже рептилия, такое же, как хамелеон, вот который мы вот здесь смотрели. То есть ровно та же технология фактически использовалась для того, чтобы становиться невидимым для внешнего наблюдателя. Вот. И мне недавно попадалась статья, что сейчас ведутся как раз на основе вот этих фотонных кристаллов работы по созданию для военных, для спецназа, снаряжения, которые будут их фактически в видимом диапазоне, то есть, ну, то есть мы, их будет очень сложно увидеть, ну, без специальных приборов фактически невозможно, да. То есть, вот это фотонные кристаллы, которые изображения сзади фигуры будут проецировать на переднюю поверхность. Вот. И он будет сливаться просто с окружающей местностью. То есть, ну, я правда, когда вот лекцию обычно читаю, я шучу, вот у такого существа, да, вы точно уверены, что вы хотите найти рептилоидов, да, потому что оно, вот изначально это существо, которое в первой версии, оно явно по большинству признаков похоже на рептилоиды. Вот. То есть, существо, которое может становиться невидимым и обладает, ну, более высокими технологиями, то есть, как бы, а многие эти сторонники поиска инопланетян, которые хотят очень быстро их найти, ну, очень сильно хотят их найти. Я говорю, ребята, а вы точно уверены, что вы хотите найти и с ними встретиться? Ну, это так, это шутка, конечно. Вот. Еще очень интересная тема, да, то есть, что у нас произошло? Я считаю, что мы с биогенной вот этого пути развития, на техногенной, который у нас сейчас, не просто так перешли, да, то есть, цивилизация, которая на таком высоком уровне может оперировать материи, да, то есть, может создавать такие сложнейшие системы, как биологически живые организмы, может создавать биоценозы, да, которые, ну, вот если мы посмотрим природную среду, если ее не разрушать, она может существовать фактически неограниченное количество времени, пока у нас есть солнечный свет, да, пока у нас есть источник световой энергии, она будет функционировать, да, то есть, там все процессы продуманы настолько, да, что отходы все утилизируются, да, то есть, как бы все перерабатывается, все снова пускается в воспроизводство. То есть, эта система, которая, если мы ее будем экстраполировать по времени, да, то есть, она развивается, она занимает, как биосфера развивается, да, то есть, она занимает все доступное пространство, да, по максимуму, То есть, как бы деревья вырастают по максимуму, занимая все доступное пространство, исходя из того объема энергии, которая есть, и ресурсов доступных. Соответственно, если у нас есть ресурсы, то эта система ее занимает, а дальше она в этом состоянии может находиться неопределенно долго. То есть, она будет совершенствоваться, развиваться, усложняться, но она не деградирует. А вот в техникалогенной цивилизации такого не происходит. То есть, мы, конечно, сейчас развиваемся, но мы развиваемся за счет того, что мы все больше и больше ресурсов изымаем из природной среды. В первую очередь, энергоносители. Я считаю, что нас перевели на этот путь искусственно. То есть, мы столкнулись с каким-то внешней силой. И у нас произошло несколько катаклизмов, которые привели к тому, что наша биосфера очень сильно деградировала. Вот то, что мы сейчас, если ты смотришь на экран, и слушатели, которые нас наблюдают в интернете, или будут потом ролик смотреть, вот слон. Это самое большое сухопутное животное. Он весит около пяти тонн, да, и, ну, вот размеры примерно представляете, да. Значит, это самое маленькое животное, которое обладает внутренним скелетом. Это калибри, да, то есть размер там несколько сантиметров. И меньше животных не бывает, я чуть позже объясню, почему. Вот это так называемые членистоногие, да, отряд пауков, арханидов, арахнидов так называемых. То есть, это не насекомый, а именно паук. Вот, он имеет размер порядка там 20, ну, в размахе там около 20, там 20, самый максимальный 27 сантиметров. То есть, это одно из крупнейших сухопутных насекомых. Вот, самое маленькое насекомое, которое сейчас известно, это там мушка, да, которая там имеет размер несколько там, меньше миллиметра. И я вот просто, когда анализ читал, они когда с этим разбирались, они сказали, что, ну, вот меньше уже многоклеточные организмы строить сложно, да, потому что сложно обеспечить нормальное функционирование такого организма. Там проще создать одноклеточный организм, типа бактерий, чем пытаться построить многоклеточный организм при дальнейшем уменьшении размеров. Вот, почему у нас с какого-то момента, да, вот у нас были вещества, существа вот такие со скелетом, да, и потом вдруг они переходят на вот то, что называется членистоногие. На самом деле, это элементарная физика, да, она связана с тем, что вот меньше, чем калибри существо с внутренним скелетом быть не может, потому что кости просто не будут выдерживать нагрузки. Они будут очень тонкие и будут ломаться. Вот. А вот эти панцирные, да, то есть здесь у этих существ, у насекомых, у пауков, у них скелет находится снаружи, да, вот этот вот хитиновый покров, это фактически внешний скелет, а все органы находятся внутри. У нас ровно то же самое используется в нашей техногенной цивилизации, когда мы посмотрим, если мы посмотрим на автомобильную промышленность, да, вот легковые автомобили у нас с несущим кузовом, то есть это аналог насекомых или пауков, да, то есть у нас есть прочный внешний каркас, к которому прикреплены все внутренние детали. Это становится выгоднее, как бы, с точки зрения массогабаритных характеристик, да, вот, а если мы посмотрим на грузовики, то это фактически вот как, это уже вот такое существо, да, то есть у него внутренняя мощная рама, которая несет всю основную негрузку, которая аналог внутреннего скелета. Вот. Это как раз обусловлено сопроматом, да, обусловлено плотностью вот этих тканей, из которых строится, и костей, из которых строится организм, то есть здесь все очень четко выверено. Вот. И какая главная эта проблема, что вот больше, чем слон, сухопутных животных быть не может, потому что они дальше начинают разрушаться, то есть ткани, кости не выдерживают, кожу, как бы, мышцы не выдерживают нагрузок. Вот. То есть если мы посмотрим вот на эту картинку, это кит. Синий кит, это самое большое на сегодняшний день минкопитающее на земле, да, вот там справа в уголочке кто видит, здесь, не знаю, мышка видна, нет у вас на экране, это вид человека, да, то есть он может достигать вес порядка 180 тонн, вот, почему он может быть больше, чем слон, потому что в воде на него не действует, то есть там за счет воды, да, то есть он фактически находится в невесомости, и там по-другому совсем силы распределяются. То есть если он окажется на суше, он становится полностью беспомощным и погибает. То же самое, если мы посмотрим на то, что называется шлиностоногих, да, у которых внешний скелет, да, панцирь снаружи, вот это так называемый японский краб, который живет на Дальнем Востоке. Ну, здесь видно хорошо, какой он размер имеет в сравнении с человеком, да, почему в воде он может быть больше ровный, по той же причине. Вода компенсирует за счет своего давления, да, нагрузки, и он может просто вырасти больше. И сразу возникает вопрос. Вот нам показывают такие картинки замечательные. Это у нас шкала динозавров, да, смотрим. Вон справа внизу человек. И главная проблема, что такие животные в сегодняшних условиях существовать не могут. Буквально где-то месяца три, наверное, или четыре назад мне попалась статья, что американцы делали расчеты по вот как раз тираннозавру рекс, вот он тут бегает, да, этот хищник. И они выяснили, что он не мог быстро бегать по одной простой причине. Если он начинал двигаться быстрее, чем 20 км в час, то нагрузки становились такие, что у него болевые, просто превышался болевой порог, и он испытывал очень сильную боль. А если он еще чуть быстрее разгонялся, у него просто начинали разрушаться внутренние, разрываться ткани и ломаться кости, да. То есть он мог двигаться только очень медленно. Да, возникает вопрос, а что это за хищник, да, который не может нормально охотиться и догонять жертву. Вот, то же самое вот с этими большими, так называемыми, диплодоки, да, или всякие вот эти существа. Выяснилось, что они в принципе не могут в сегодняшних условиях двигаться, да. Когда это выяснилось, значит, стали спрашивать, ну, ребят, ну, а как тогда? Они говорят, ну, они типа в воде. Они типа вот всю жизнь проводили в воде, они жили на мелководье, поэтому у них длинная голова, что вот она торчала из воды, они вот поэтому в воде находились. То есть пытаются как-то придумать какое-то подходящее объяснение, чтобы как-то объяснить, как же они могли существовать, если они должны были разрушиться. Та же самая проблема у нас с птеродактилями. Когда посчитали аэродинамику птеродактилей, выяснилось, что летать они не могут, что они очень тяжелые, да, и как бы тут же было придумано официальное объяснение, что они не летали, а они планировали, типа они забирались там на какие-то возвышенности, и с них прыгали и планировали. Ну ладно, хорошо, допустим, птеродактилей у нас может планировать. Но вот это вот отпечаток гигантской стрекозы, размах которой около полутора метров. Все, наверное, представляют, какой образ жизни ведет стрекоза, да, то есть стрекоза, ну никак не могла забираться на возвышенности и с них планировать. Но вот эта стрекоза, который, от следы, которые мы нашли, да, то есть это установленный научный факт, да, то есть как бы вот достоверный факт, что такое же существо существовало на планете Земля, вот, она не может летать в сегодняшних условиях. Она слишком тяжелая, ее крылья просто будут ломаться. И, значит, вопрос, а как тогда они могли существовать? И оказывается, что если мы поднимем атмосферное давление, ну все, нам картинка уже, в общем-то, не нужна. Дальше. Если мы поднимем атмосферное давление, то это давление как бы перескомпенсирует вот нагрузки и за счет того, что ткани будут более плотными, да, оно приведет к тому, что эти животные смогут существовать. И это доказывает, что условия на планете некоторое время назад были совершенно другие. Соответственно, возникает вопрос, а что произошло, что случилось, что эти условия изменились, да? То есть, есть исследование, когда янтарь, в котором обнаруживались пузырьки воздуха, его специальным образом просверливали, брали анализ воздуха, измеряли давление, и выяснялось, что давление в нем выше. То есть, оно порядка 8-9 атмосфер, то есть, выше 8-9 раз, чем сейчас. И если мы такую среду создадим на планете, смоделируем, то оказывается, что у нас начинают летать дактилы, то есть, у нас начинают летать вот эти гигантские стрекозы, у нас меняются очень многие условия, у нас меняется сразу климат, он становится более мягким. Почему? Потому что более плотная атмосфера, она более теплопроводна, она лучше перераспределяет тепло, она его лучше сохраняет, то есть, как бы не дает планете так быстро остывать, и как бы... То есть, ну, это совершенно другая среда становится, да? Мало того, как бы, вот... В свое время мне попадалась такая интересная статья, когда исследовали поведение кошачьих, и кто этим занимался, они говорят, вы знаете, такое впечатление, что они должны летать, но они почему-то летать не могут. Вот, то есть, как бы, парить, да? То есть, у них есть, как бы, функции, которые нужны животным, которые умеют парить, как бы, в воздухе, но при сегодняшних условиях они парить не могут, да? Вот. Долго находиться в полете, да? А если мы поднимем атмосферное давление, то они уже могут... Ну, то есть, у нас меняется... То есть, грубо говоря, вот вы будете падать сейчас, вы разгонитесь до скорости 145 километров в час, ударитесь на поверхность и разобьетесь. Если мы поднимем атмосферное давление, да, вы прыгаете с высоты, вы прилетаете к Земле, и за счет более плотной атмосферы вы затормаживаетесь, вы уже не со скоростью 145 километров, да, в нее врезаетесь, а вы врезаетесь в нее на скорости, там, порядка 20, там, километров, да? Тоже, как бы, больно неприятно, но вы при этом не убиваетесь насмерть, да? Вот. То есть, среда становится более, как бы, приятной, более комфортной. Вот. И одновременно возникают условия, для существования гигантских деревьев. То есть, следы этих гигантских деревьев мы обнаруживаем, да? На планете. Обнаруживаются гигантские пни, да, там, в обхвате несколько десятков, ну, в диаметре несколько десятков метров, да? То есть, есть такие, есть даже фотографии, где вот эти старые деревья пилятся еще, которые пережили, видимо, катастрофу. То есть, я считаю, что у нас произошла планетарная катастрофа на планете, да? Которая поменяла, в том числе, физические параметры. В том числе потеряна была часть атмосферы. Но это уже тема немножко другой моей лекции, тоже достаточно большой. Вот. Я эту тему сейчас развивать особо не буду. Я просто подведу к основной сути, да? Я считаю, что наша планета подверглась нападению внешней силы, которые как раз и являются носителем вот этого техногенного пути развития. И нас перестроили, нас перевели на этот путь, ну, фактически принудительно. Тех, кто выжил, превратили в рабов, по сути, да? Которые работают на эту техногенную систему, на элиту, которая этой системой управляет. И заставили забыть прошлое, да? Вот. Значит, и здесь есть еще один очень важный момент. Ну, хорошо, да? То есть, мы до этого говорили, что вот звезда, она бог, да? Она сотворяет мир. Она тут все контролирует, да? Она самое могущественное существо вот в этой планетарной системе, да? А каким образом какие-то другие, более низкого уровня существа на каких-то, ну, предположим, космических кораблях могут прилететь и захватить планету? А никаким, да? То есть, как бы оно не должно им позволить. Значит, и я, когда вот это все тоже начал анализировать, я пришел к выводу, что вот в мифологии большинства народов рассказывается о том, что была война богов, да? Что была война на небе, а потом была война на земле. Так вот, я считаю, что мы находимся не просто на планете, которая захвачена внешней цивилизацией, мы находимся в планетарной системе, которая захвачена другой звездой. И именно эта звезда является носителем вот этой вот искаженного мировоззрения, искаженного принципа взаимодействия с материей, которая вот есть техногенной цивилизацией. То есть, она построила вот этот свой мир, да, который у нее перешло каким-то причинам, не знаю, какой. Я не до конца здесь пока разобрался, что там происходит у них на начальном этапе, да, но когда они переходят на этот техногенный путь развития, они постепенно разрушают свою планетарную систему, и они вынуждены идти захватывать все новые и новые миры. Да, и в какой-то момент они попадают вот в нашу систему, в которой у нас находилась планета Земля, они ее... и происходит война с тем богом, который ее создал, да, а мы знаем, что у нас по мифологии это Юпитер, да, по греческо-римской, и я считаю, что, скорее всего, он и был нашим первичным богом. Вот. Его прародитель Сатурн, да, судя по всему, если мы как бы вот мы начинаем смотреть греческо-римскую мифологию, Кронос и Сатурн – это как бы первичное существо, да, по греческо-римской мифологии он порождает Юпитер, да, то есть или Зевса, вот. А Солнце или Сол, да, то есть как бы он вообще возникает вот в греческой мифологии, если мы будем смотреть греческо-римской, да, то есть он вообще не является, Солнце не является высшим божеством, да, что несколько странно, да, почему у вас Юпитер, который небольшая звездочка на небосводе, является высшим божеством, да, а Солнце, которое самое крупное светило, высшим божеством не является. Вот. То есть здесь явно какое-то противоречие здравому смыслу, да, то есть люди, которые строят космогонию, да, и вот эту религиозную систему, то они не будут называть маленькие звездочки именами высших богов, а верховное, ну, как бы главное светило, да, называть именем второстепенного бога, да, и если мы посмотрим вот эту римскую и греческую мифологию, то там есть очень интересный момент, что вот этот бог, который у них Сол, да, который стал Солнцем, он не сразу, как бы, становится высшим божеством, и в некоторых исходных, как бы, вот старых версиях, да, там даже есть то, что раньше богом Солнца считался Юпитер, божеством, вот солнечным божеством, считался Юпитер, а потом, более поздний период, да, там есть такой персонаж, как Двуликий Янус, вот он есть в римской мифологии, но он отсутствует в греческой, Двуликий Янус, бог обмана, бог вот этих торгашей, да, вот, и он же фактически становится вот этим Солом, да, то есть как бы божеством, которое сегодня слицетворяется Солнцем, то есть я считаю, что это не мифология, это отражение реальных событий, что вот эта звезда, которая сейчас у нас главная в нашей планетарной системе, она и есть захватчик, и фактически это есть вот то, что у нас называется Сатана, да, или Люцифер, да, Люцифер несущий свет переводится, да, то есть это и есть вот та сущность, которая является, ну, как бы, противником высшей божественной сущности, вот, единственное, что большинству, наверное, слушателей так вот сходу будет сложно принять, да, что вот эту концепцию, потому что я тоже сразу не это принял, а там множество вещей пересматривал, смысл в чем, что нам все время говорят, что хорошие всегда побеждают, плохие проигрывают, да, то есть такую тоже модель навязывают, вот, ну, опять же, я думаю, что все-таки мы пока еще не проиграли, то есть у нас все есть определенные шансы, да, как бы эту ситуацию разрулить, а самое главное, что мы со своего уровня ничего не можем сделать с такой сущностью, как солнце, да, и это означает, что с ней должны работать сущности более высокого уровня, и я, как бы, ну, как бы, по той информации, что у меня есть, эта работа не просто велась, она была проведена, она проведена успешно, да, и фактически, ну, вот у меня была такая отдельная история, да, когда мы в Москве встречались с представителями вот этого иудейского клана, с одним из представителей, который к нам на встречу пришел, и он сказал такую вещь, что где-то вот в районе 2000-х годов иудеи перестали слышать Яхве, как Яхве, да, то есть как высшую сущность, которая ими управляет, вот, и у них там начались, как бы, очень серьезные, как бы, конфликты вот среди этой верхней элиты, которые мы сейчас, видимо, и наблюдаем вот в тех мировых процессах, да, что наша элита переругалась с англосаксами, да, там, китайцы что-то свое огородят, то есть вот этот конфликт на уровне верхних элит, он, похоже, является отражением как раз вот этого конфликта, вот, но смысл в чем, что вот с этой сущностью, которая является звездой, определенная работа проведена по поводу того, чтобы он осознал, в чем он был неправ, да, что вот этот путь техногенного развития, он является тупиковым, он является разрушительным, вот, и сейчас вопрос, как эту ситуацию, которая сложилась на планете, нормализовать, да, и вернуть нас вот на нормальный божественный путь развития, потому что это очень непросто, у нас зашиты уже алгоритмы поведения, да, у нас уже определенные стереотипы, вот это модели, да, взаимодействия с природой и с материей на уровне техногенных вот этих конструкций, да, и подходов, вот, и это, видимо, вот работа следующего поколения, да, искать пути, как перестроить техногенную цивилизацию, причем тут проблема еще какая, вот как Мегрегор, вот мы сейчас уйдем в поселение, вот все не так просто, да, мы не можем сейчас бросить вот этот техногенный мир и уйти в поселение, да, почему? Потому что, ну, во-первых, не все люди сразу это примут, такой переход, а во-вторых, как бы, если их оставить, ну, грубо говоря, если самые активные и разумные уйдут и бросят их здесь, да, то они начнут этот мир разрушать, они начнут, у них эта система пойдет техногенная в разнос, и они тем самым, как бы, разрушая эту систему могут разрушить и нас, ну, то есть уничтожить и планету, и нас вместе с планетой, да, поэтому, как бы, здесь нужен такой определенный мозговой штурм, да, какие процессы нужно запустить и предпринять, чтобы сложившийся, как бы, вот, вектор развития, да, перестроить на биогенный, видимо, сначала на уровне какого-то гибрида, да, а уже потом возврата вот тем к исходным принципам взаимодействия с материей, которые у нас существовали, и которые мы можем в природной среде наблюдать. Вот, то есть вот это то, что я, в принципе, ну, основная часть, которую я хотел рассказать, теперь я могу, готов ответить на какие-то вопросы. Хорошо. Хорошо. Раз готов, то будешь отвечать. Прерываемся на небольшую паузу, буквально несколько секунд, и переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Ответы на вопросы и реплики. Продолжение слушайте в следующей части.